Хочу всех поприветствовать. Давайте проверим связь сначала. Поставьте плюсики здесь в чате, если вы хорошо меня видите, слышите. Так, пожалуйста, реагируйте, чтобы я понял, что у нас контакт установлен. Просто плюсы в чате. Ждем вашей реакции. Ага, вижу, у нас постепенно люди подключаются. Ну, подключаюсь, ставьте, пожалуйста, плюс, что хорошая связь, вы видите, слышите, все нормально. Так, вижу уже вашу реакцию. Хорошо, еще, еще, ставьте, ставьте, чтобы мы с вами убедились, что мы все на связи. Так. Ну что, связь у нас хорошая. Напишите, пожалуйста, города, из которых вы. Хочу также узнать нашу географию. Города, страны, пожалуйста, напишите в чате. Хочется понять, какая аудитория у нас сегодня подключилась, на связи. Итак, из каких вы стран, городов? Пожалуйста, реагируйте. Я хочу вам сказать, я не лектор. Наверное, мы с вами немножко знакомы. Я тренер. Тренер – это означает, что мы с вами все время взаимодействуем. Для меня важны вы со своим опытом, а не просто мои какие-то отвлеченные знания. Поэтому, пожалуйста, напишите города и страны, из которых вы. Так, вижу Украина, Москва, Алма-Ата, Казахстан, Сюмень, Лондон, Киев, Харьков. Так, так, ждем, ждем. Еще, еще, еще. Какая география у нас? Четыре страны уже собрали. Что еще? Так, опять Казахстан, Украина. Вижу разные российские города также. Угу. Хорошо. Ну что, мысленно, пожалуйста, поприветствуйте друг друга. Мы с вами постараемся сегодня провести такой интересный вечер, я надеюсь, для вас. Тема сегодняшнего вечера – как привлечь успех в свою жизнь. Пообсуждаем это вместе. И второе, что мне хотелось бы, чтобы сегодня было просто общение. Чтобы вы могли задать какие-то вопросы, поговорить. Но все-таки воскресный вечер предполагает, знаете, какую-то некую расслабленность. Все-таки завтра рабочая неделя. Поэтому не будем сегодня в каком-то напряженном графике. Хочу сразу так же это сказать. Ну что, начинаем. Поставьте плюсы, если у вас есть полная готовность. Вы достаточно хорошо отдохнули сегодня и готовы провести такой плодотворный вечер. Итак, ваши плюсы дадут старт нашей программе. Угу. Ну, вижу плюсы, вижу пожелания доброго вечера. Ну что, начинаем? Итак, как привлечь успех в свою жизнь? Большая тема. Тема, которая интересует сегодня очень многих людей. Я думаю, вас, скорее всего, тоже интересует. Вот. И здесь первое, что нам нужно понять, что здесь есть две модели успеха, между которыми мы можем выбирать. Одна очень распространенная сегодня. Это, знаете, это успех, построенный на желании «я хочу». Сейчас очень много психологических тренингов, которые как бы вот культивируют это желание и дают человеку уверенность. Ты хочешь, значит, ты можешь. А если ты можешь, ставь любые цели и ни о чем не беспокойся. Много сейчас такого понимания успеха. Давайте сначала обсудим вот эту модель. Смотрите, она же не очень жизнеспособная. Ну, задумайтесь. Например, если вы едете на дороге, на автомобиле, вы же не можете себе говорить «я все могу». Ну, потому что есть ограничения скорости, есть какие-то повороты, есть знаки дорожного движения. Ну, в любом случае, есть соседние машины, вы должны учитывать поток. Вы не можете себе говорить «я все могу». Буду ставить сейчас любые цели и с любой скоростью двигаться. Но почему-то в теме успеха очень часто вот такие представления распространяются. Ты все можешь, ставь любые цели, и ты их обязательно достигнешь. Вы знаете, это успех, построенный на модели эгоизма. Я не говорю о том, что он не достигает целей. Нет, сейчас очень многие люди достигают целей таким способом. Просто давайте поймем одно ограничение. Так как этот успех нарушает некие фундаментальные законы жизни, то человек неизбежно будет иметь внутреннюю неудовлетворенность. Почему людям нужно все больше и больше денег, хотя уже достаточно? Ну, а потому что неудовлетворенность. Сколько бы я ни получил, мне надо еще больше. Почему развивается жадность? Почему рушатся одновременно отношения в семье? Я как бы в карьере продвигаюсь, но почему-то дома совсем становится все плохо. Как знаете, мне недавно один бизнесмен рассказывал, что он прошел разные семинары такого рода, и реально у него улучшилось благосостояние финансовое. Фирма стала процветать, он там себе какую-то третью машину большую черную покупает. Вот, но спрашивает, а что происходит? Почему отношения с матерью вообще какие-то стали? Я просто невыносимый. Жена вообще не смотрит на меня даже. И с ребенком вообще как-то непонятно, что стало. И что за жизнь такая? Говорит, у меня все нормально. Ну, а что они, не понимают, что все нормально? А знаете, извините, простите, жизнь-то она гармоничная. Вот смотрите, в жизни-то как? За одну ниточку потянул, и сразу заволновалась вся система разных параметров. Это как, знаете, ну как вам сказать? Я хочу здесь пример привести. Ну, не знаю, например, вы по батарее громко ударили, или музыку громко у себя включили дома. И знаете, вам соседи сразу стали по батарее бить, милицию вызвали, полицию вызвали, у кого-то директор стучится, а вы просто музыку громко включили. Ну, просто у вас цель такая сегодня. Вам захотелось. И у вас есть также убеждение, что вы можете. У вас есть хорошая аппаратура. Так что можно громко музыку включить. Вы ее включаете. Ну, почему-то сразу какая-то реакция мира идет. И, в принципе, вам хорошо, звучит музыка. Вы добились того, чего хотите, но почему-то полиция в двери ломится, звонки какие-то по телефону, там, я не знаю. И как-то все так плохо стало. Ну, простите, мир-то, он гармоничный, он целый. Вот смотрите, давайте поймем, что мы с вами живем в неком целостном мире, гармоничном мире. Здесь невозможно действовать эгоистично. Здесь нужно уважать как бы пространство, понимать, как оно реагирует. Вот. Я, знаете, я вам еще одну историю расскажу, такую интересную. Но опять вот в тему этих тренингов, знаменитых сегодня, добивайся успеха, там, ставь себе цели, как это, программируя свое сознание, мышление, визуализации, аффирмации, вот, и все остальное. Один мой знакомый очень увлекся этими методиками. У него была цель, ну, чтобы денег было где-то раза четыре побольше. Мало ему было то, что у него было. Вот начал с этими методиками работать, с такого успеха. Знаете, этот успех называется построенный на технологиях. Когда я применяю какие-то внешние технологии, чтобы добиться той цели, которая для меня важна. И вот он стал с этим работать. Через год получил то, что хотел. Денег стало в четыре раза больше. Кстати, поставьте плюсики в чатах, если вы знаете такие методики, и, может, даже сами с ними работали. Мне просто интересна ваша реакция, насколько вы, ну, пробовали что-то подобное. Или увлекались подобным. Итак. Жду вашей реакции. Итак, плюсики, плюсики. Если знаете о таких методиках, или сами с ними работали, пожалуйста, среагируйте в чате. Спасибо большое. Но вижу, что многие знакомы с этим. Вот слушайте историю дальше. Этот молодой человек, он реально получил то, что хотел. При помощи вот этой внутренней психологической работы с собой. Вы знаете, что он обнаружил через год? Он обнаружил, что он стал больше болеть. И помимо того, что он стал больше болеть, у него отношения в семье еще разрушились. Он был разумный человек. И он, знаете, он решил посчитать, сколько у него денег сейчас остается. И он заметил, что в силу того, что он стал больше болеть, он стал больше денег тратить на лечение. И когда он посчитал, сколько у него остается в итоге, он вдруг обнаружил, что остается та самая сумма, которая у него была до начала всех этих экспериментов. Только к этому еще приложились испорченные отношения в семье. Вот, дорогие, пожалуйста, задумайте, вы хотели бы такого успеха? Это успех, построенный на модели эгоизма. Я хочу и я могу. Да, но мир целостный. Мир будет как-то реагировать на нас. Это один момент. И второй момент, то, что я сказал, внутри будет копиться неудовлетворенность. Потому что счастье – это показатель гармонии с миром, когда я нахожусь с миром в гармоничных отношениях. Кстати говоря, само русское слово «счастье», попробуйте его написать или мысленно представить. «Счастье», быть частью целого. То есть, состояние счастья приходит тогда, когда я живу в гармонии с законами мироздания. И вот это вторая модель успеха, настоящего успеха, когда я одновременно добиваюсь двух целей сразу. Послушайте, каких. Первая цель – я добиваюсь успеха, я добиваюсь того, что для меня важно, я реализую себя как-то во внешнем мире. И второе, что происходит – я испытываю радость от этого. Знаете, такую наполненность, состояние внутренней гармонии, удовлетворенности внутренней. Вместо стресса и беспокойств – настоящая радость. Я делаю что-то настоящее, я чувствую это. Вы бы хотели такого успеха, знаете, который сопровождался бы еще и вот этим подтверждением не только извне в виде денег, карьеры и внешних возможностей, но и подтверждением изнутри, в виде вот этого состояния полноты, радости, гармонии внутренней. Поставьте, кстати говоря, плюсики. Я хочу понять, вы можете мне продолжать эту тему дальше или нет. Она у вас вызывает интерес? Или вы готовы закрыть сейчас свои экраны и сказать, нет-нет-нет, я останусь, пожалуй, в рамках первой модели успеха, я уже к ней привык и все такое. Итак, кого интересует эта вторая модель успеха? Хочу понять, с кем мы с вами сейчас будем общаться. Итак, поставьте плюсики, если вам это интересно. Ага, ну, вижу реакцию. Похоже, интересует такая модель успеха. Ну, знаете, я думаю, ну какой человек откажется, как это называется, два в одном? Я стремлюсь к успеху, хорошо, ты его получишь, но получишь еще и счастье настоящее. Ну, кто откажется? Ну что, пообсуждаем эту модель успеха? Давайте поймем, что эта модель успеха основана на принципе гармонии. Этот успех должен встроиться в мир, в жизнь, в ее законы. Не противостоять этому, а гармонировать с пространством. И вот это вот построение гармонии, оно должно быть выстроено нами на разных уровнях. Послушайте, какие. Первый уровень – это уровень физического тела. И здесь нам с вами очень пригодится здоровье. Потому что здоровье дает ресурс. Ну, как мы с вами можем радоваться, когда там болит селезенка, печенка, почки отказывают и суставы ломят? Ну, какую радость мы с вами получим от успеха, когда будет это состояние? Поэтому смотрите, не загоняйте себя в стресс. В вашей жизни каждый день должно быть время для поддержания здоровья. И не просто поддержания, для раскрытия его потенциала. Я не знаю, что это такое будет. Найдите свое. Например, я каждый день бегаю. Обычно я бегаю в середине дня, когда уже, знаете, такая какая-то рассеянность в сознании, в уме. Нужно восстановиться. Я поэтому, когда путешествую в разных городах, я прошу организаторов обычно организовывать мне жилье с каким-то парком или где-то набережная или за городом самое лучшее. Это мой стиль жизни. Также у меня есть медитация, успокоение ума. Это не совсем здоровье, но здоровье очень сильно зависит от состояния ума. Каждое утро у меня есть состояние медитации. Я успокаиваю свой внутренний мир. Ну, чуть позже, может быть, о медитации поговорим. Итак, я говорю о здоровье. Поддерживайте свое тело. В нем должна быть энергия. Энергия для достижения. Ну, что мы с вами можем добиться, когда мы такие бряхлые, неудовлетворенные, что-то болит внутри. Вообще, ноги, знаете, как-то трудно даже распрямить. Здоровье очень сильно зависит от режима питания. Задумайтесь, что вы едите. Вы знаете, как есть такая поговорка? Я есть то, что я ем. Сейчас в мире есть мода. Знаете, на что? На вегетарианство. Я узнал некоторое время назад, что правительство Китая поставило национальную программу к 2025 году, чтобы половина населения страны стали вегетарианцами. Что такое вегетарианство? Вегетарианство – это очень чистая энергия. Энергия, которая не загружает ваш организм, не стягивает вниз ваше сознание, ваш разум, не возбуждает низшей энергии. Что такое мясо? Мясо – это две энергии. Ну, давайте по-настоящему говорить. Это энергия агрессии и энергия страха. Энергия агрессии, потому что животное убивает, и оно чувствует эту агрессию. Эта агрессия входит просто в ткань мясных продуктов. И животное испытывает страх, потому что оно чувствует. И вот эти две энергии – энергию агрессии и энергии страха – мы с вами едим. Мы есть то, что едим? Давайте это поймем. Это просто закон жизни. Это закон как бы гармонии с пространством, потому что пища – это энергия физическая. Вот какую пищу я ем, такую энергию я закладываю внутрь себя, в свою психику. Это то, как я буду мыслить, это то, как я буду чувствовать. Поэтому изучайте эту тему питания. Я не смогу вам, конечно, все сейчас рассказать, но изучайте. Вот что я хочу сказать. Обратите внимание на эту сферу здоровья. Мы с вами сказали о физической работе, физических упражнениях, о питании. Обратите внимание на режим дня. Когда вы ложитесь спать? Есть естественные биоритмы Вселенной. Смотрите, солнце садится. Вот я сейчас в Нижнем Новгороде, в России. Солнце потихонечку садится. Это означает, что все живое успокаивается. Понаблюдайте за внешним миром. Солнце садится, мир затихает. Но человеческое общество возбуждается. Машины начинают туда-сюда ездить, казино работать и все такое. Это противоречит закону Вселенной. Мы должны ложиться спать пораньше. Потому что, если мы так действуем, то сама Вселенная будет способствовать отдыху нашего организма. Пожалуйста, услышьте, что я хочу сказать. Если вы устаете, если у вас не хватает энергии, проверьте, во сколько вы ложитесь спать. Хорошее время для отдыха – это 9 часов, но не позже 10. Вот где-то до 10 нужно ложиться спать, если мы хотим строиться с вами в биоритме Вселенной. И вставать нужно пораньше. Но в среднем, если организм здоровый, нужно 6-6,5 часов на сон. Женщинам чуть побольше. Вполне достаточно. Если вы спите много, это означает, что организм не в порядке. Что-то нужно изучать здесь. Вставайте пораньше. Знаете, есть такая русская поговорка, «То рано встает, тому Бог дает». Потому что, когда солнце всходит, оно дает очень чистую энергию. Чистую энергию жизни наполняет нас. И одновременно эта энергия очень гармоничная. Вот заметьте, с утра энергия очень спокойная. Это не энергия как бы такого стресса, беготни. Разум работает очень глубоко, интуиция. Мы можем очень глубоко понимать какие-то вещи. Почему медитация хороша с утра? Потому что вот такая энергия в мире. Ну, в общем, я сказал о некоторых правилах, работая с физическим телом. Нам нужно здоровье, давайте это поймем. Для успеха это будет чрезвычайно важно. Второй навык, который важен для привлечения успеха, и он связан также с построением гармоничных отношений с пространством, это сфера отношений. Вам нужна дружба, любовь, взаимопонимание, поддержка, уважение, благодарность. Вот подумайте мысленно, что вы добиваете какого угодно внешнего успеха, но у вас нет близких отношений, нет друзей, нет тех, кто вас поймет, кто вас выслушает, нет тех, кто вас поддержит, нет тех, кого вы поддержите, нет тех, кто по-настоящему уважает вас за ваши качества и ценит отношения с вами. Нет близких, с которыми вы могли бы разделить просто минуты тишины. Вот задумайтесь, вам нужен такой успех? Поставьте, кстати говоря, минусы здесь в чатах, если вы понимаете, вам это не нужно. Среагируйте, пожалуйста. Хочу увидеть вашу реакцию. Кто-то недоволен тем, что я капусту пропагандирую. Ну, Стас, простите. Вы знаете, я просто ученый. Я не хочу с вами спорить, смотрите. Потому что у вас, в конце концов, есть выбор, слушать это или не слушать. Я просто говорю, что это мода сейчас в мире. Один вам интересный пример приведу, Стас, но, может быть, вас он заинтересует. Несколько лет назад в России была Олимпиада. Года два или три назад. Вот. И в России вегетарианство сейчас не очень развито. Хотя оно все более и более популяризируется, все более и более становится распространенным. Но пока Россия серьезно отстает от мира цивилизованного в этом смысле. Вот. И за год до начала Олимпиады организаторы схватились за голову. Знаете почему? Потому что они обнаружили, что примерно 50% лидеров мирового спорта, которые приедут на Олимпиаду, они вегетарианцы. Это вам по поводу силы и способности достигать целей. И срочно в Сочи, где должна была состояться Олимпиада, стали делаться кафе вегетарианские и все остальное. Но это маленькая информация к размышлениям. Рекомендую изучать эту тему просто сами. Я не хочу ни на чем настаивать. Думайте сами. Итак, тема взаимоотношений. Все-таки минусов много. Не отделяйте свой внешний успех от взаимоотношений. Потому что вот эта составляющая эмоциональная, она очень важна для этого общего чувства удовлетворенности. Знаете, для ощущения надежности просто. Знаете, да просто для того, чтобы мы же с вами не всегда будем успешны в достижении каких-то целей, что-то будет ломаться. Здесь будут нужны очень отношения. В одиночестве очень сложно переносить кризисы. Нужна будет реальная поддержка. Поэтому вкладывайтесь в отношения. Не пропускайте это ни в коем случае. Это очень важная составляющая человеческой жизни, успешной жизни человека. Дорогие мужчины, заботитесь о женщинах, которые рядом. Мужчина очень сильно зависит от женщины. По большому счету, женщина дает мужчине вдохновение. И она его умиротворяет, успокаивает. Дорогие женщины, не делайте только карьеру. Обратите внимание на своих близких, на детей. Не забывайте их. Это ваша природа, ребенок. Проявление материнского вот этого чувства к нему. Быть просто рядом, знаете, чувствовать тепло. Посадить его на колени или побыть рядом с ним. И в целом нужно устраивать семейные вечера. Нужно говорить о чем-то вместе, обсуждать что-то, подводить итоги какие-то. В семье очень важны традиции. Традиции, которые поддерживаются. Создавайте их. Каждая семья должна создавать традиции. Знаете, семья – это маленькая нация. Здесь должны быть свои какие-то праздники, свои традиции, семейные вечера, какие-то обеды, какие-то рассказы, когда мы делимся чем-то. Уделяйте этому время. Это очень важная часть нашей своей жизни. Вот. И хочу обратить внимание, что эгоистичный успех, о котором мы с вами вначале говорили, он часто не ценит соратников, попутчиков. Нам нужно учиться работать в команде. Потому что командная победа – это победа, которая дает очень много радости и вдохновения. Я не знаю, есть ли у вас в жизни вот эта возможность сравнить свою личную победу и командную победу. Самая высокая победа – это личная победа внутри команды. Когда и вы лично достигаете каких-то очень значимых для себя параметров. И команда, которая рядом с вами, тоже добивается очень много. Вот проверьте, есть ли у вас в жизни такое. Итак, нам нужно искать соратников, попутчиков, с теми, с которыми мы разделяем какую-то миссию настоящую, дело настоящее, у которых такие же ценности, как и у меня. Вот это сфера отношений. Итак, есть личные отношения, и мы говорили о том, что важно вкладываться в эту сферу. И сфера деловой победы. Здесь нужна командная работа, способность действовать в команде. Это вторая сфера – сфера взаимоотношений, где мы строим гармоничные отношения с пространством жизни. Третья сфера, которую я упомяну, – это сфера ценностей, которыми мы живем, или нашей миссии. Какая у вас миссия? Просто заработать денег много? Многие люди сегодня ставят такие цели. Знаете, есть закон очень интересный, который описали психологи. Чем более высокие цели мы ставим, тем больше будет вдохновения, когда мы будем двигаться к ним. Поэтому проверьте свои жизненные цели. Если в ваших жизненных целях только ваша личная победа – «Я хочу этого, я хочу этого, я хочу этого, я хочу этого». Знайте, что вы через эти цели развиваете достаточно ограниченную энергию вдохновения внутри самих себя. Мы с вами сейчас сделаем одно небольшое упражнение, чтобы вы буквально на своем опыте могли почувствовать этот эффект. Пожалуйста, приготовьтесь. Представьте мысленно какое-то свое дело, которым вы занимаетесь в жизни. Любое, там работа какая-то, которая у вас есть. Если вы не работаете, ну, какое-то дело уже у вас есть, там, детей, может быть, воспитываете. Ну, или что-то еще. Ну, каждый, пожалуйста, подумайте о каком-то своем деле. И вот теперь мысленно думайте о том, что вы делаете это дело, чтобы получить что-то для себя. Ну, не знаю, денег получить, внимание кого-то получить. В общем, для себя какие-то личные цели. Я хочу извлечь какую-то личную выгоду из этого дела. Называется личный успех. Так мысленно думайте, что вы делаете это дело, чтобы получить что-то важное для себя. Ну, важное в смысле такое, корысть какая-то есть. Я сейчас об этом говорю. Деньги, карьера, что там еще. Просто думайте. Теперь давайте мы с вами сделаем второе. Сейчас просто запомните первый опыт. И второе, что сделаете, это подумайте сейчас, что вы будете это дело делать. Но вы будете его делать ради блага других. То есть ваши цели в данном случае связаны с благом других. Чтобы другие люди получили благо. Если это какой-то бизнес, ну или какая-то услуга, которую вы осуществляете. Вот чтобы другие, настоящее только благо получили. Пожалуйста, сосредоточьте свой ум сейчас на благе других людей. Если вы домохозяйка, подумайте о благе своих ближних. Вы действуете для того, чтобы они были счастливы. Пожалуйста, сейчас не думайте о какой-то своей личной корысти. Думайте исключительно о благе других. Думайте, что вы делаете это дело. Так, немного размышляйте. Что вы почувствуете, если с такими целями будете делать это дело? Так, а теперь я хочу вас попросить. Поставьте, пожалуйста, в чате плюс, если вторая модель вызвала у вас больше вдохновения, чем первая. Внутреннего вдохновения. Так, и поставьте минус, если первая модель вызвала больше вдохновения. Давайте проведем некоторую статистику. Интересно. Так, жду вашей реакции в чатах. Так, плюс, если второй опыт был более вдохновляющим для вас. И минус, если первый был более вдохновляющим. Ну, пока вижу плюсы. Еще, еще, пожалуйста, реагируйте. Слушайте, ну, вижу плюсы. С разными комментариями, типа, очевидно и все прочее. Слушайте, но вы заметьте этот опыт. Это же реальный опыт, причем ваш опыт. Это не теория. Очень важно понять, чем более, если в ваших целях есть ваше только личное благо, вы всегда будете неудовлетворены. Даже если добьетесь всего того, чего хотите. Поймите, это просто закон. Закон, закон жизни человека. Есть такая притча небольшая. Расскажу вам ее. Епископ подошел к рабочему, который носил камни. И спросил его, что ты делаешь? Тот тяжело поднял глаза, вздохнул и сказал, я раб. Меня хозяин заставляет носить эти камни, я ношу их. Епископ подошел к следующему человеку, спросил, что делаешь ты? Тот посмотрел на него таким бодрым, решительным взглядом и сказал, мне платят хорошие деньги, поэтому я таскаю эти камни. Епископ обернулся к третьему человеку, а ты что делаешь? Тот распрямил спину, поднял голову и сказал, я строю храм. Задумайтесь, что вы делаете, потому что уровень удовлетворенности определяет наши цели. Это очень важный параметр успеха. Проверьте, пожалуйста, свои жизненные миссии. Но, кстати, вообще проверьте, есть ли они у вас? Потому что если мы ни к чему в жизни не стремимся, мы ничего и не достигнем. И первое что нужно сделать, задуматься, какие цели я ставлю перед собой. И второе, задумайтесь, какое благо получат другие люди, когда я буду двигаться к этим целям. Потому что вот это благо другим, это благословение жизни, пространства, которое я получу, когда буду двигаться к этим целям. И вот эти благословения пространства, пространства жизни, они наполнят мою жизнь и сделают меня счастливым. Таким образом, успех и счастье будут совпадать друг с другом. Итак, третье, что мы с вами сказали, это цели, которые мы ставим перед собой. Какие они? Есть ли в них благо других людей? Или я просто на уровне эгоизма ставлю эти цели? Сейчас очень многие в бизнесе ставят эгоистичные цели. Слушайте, не разрушайте свою жизнь. Вы добьетесь их. Но, скорее всего, если будете очень энергичными, добьетесь. Семья пострадает. Внутренний мир ваш пострадает. Вдохновение уйдет. Будет огромное количество денег и огромное количество проблем, внутренней страсти. Зачем? Настоящий успех в жизни, когда счастье соединяется с успехом. И если уж мы с вами говорим о настоящем успехе, я хочу вам одну вещь интересную сказать. Она будет очень важной в плане настоящего успеха. Не пытайтесь добиваться успеха, в деятельности, которая вам неинтересна. Мы с вами частичка этого мира. Мы живем в гармоничном пространстве. Мы часть вселенной, часть мироздания. Мы не существуем сами по себе. Смотрите, сейчас многие увлекаются астрологией, планетами. Да? Планеты куда-то не туда пошли, и все, мы чувствуем себя уже плохо. Ну, ведь влияет же, заметьте. Солнца нет, сумрачный, идет дождь. Вы же сразу чувствуете, что что-то не то. Уходит какая-то радость. Так же ведь? Мы с вами очень зависимы от пространства. Так вот, нам с вами всем дается предназначение. Каждому человеку. Своё собственное, личное, индивидуальное. Мы с вами все личности. Посмотрите друг на друга. У нас даже цвет глаз разный. И одежду разную одеваем. Потому что вкусы разные. И рост разный. И предпочтения в жизни разные. Мы с вами личности. Неповторимые, уникальные. У каждого свой путь в этом мире. И нам жизнь дала наше собственное, личное предназначение. И в соответствии с ним, какие-то таланты и способности лично, лично вам дали. Вот проверьте, вы вообще внимательны к этому? Вы вообще умеете любить самих себя? Как частичку космоса, мира, Вселенной. Неповторимую частичку. Только вот эту любовь к себе не отделяйте от жизни. Эта жизнь вас любит. Полюбите себя как частичку жизни. С теми полномочиями и способностями, которые вам жизнь дала. Это очень важный навык. Потому что настоящий успех, связанный с настоящим счастьем, появится лишь тогда, когда мы примем ту задачу, которая дает нам жизнь. Те цели, которые жизнь нам дает. То предназначение, которое нам дает. И вот поэтому нам нужно заглядывать внутрь себя и развивать это умное настроение принятия себя. Научиться быть благодарным себе и научиться быть благодарным жизни. Даже в неудаче искать, за что мы могли бы с вами поблагодарить. Потому что жизнь позитивна. Без настроения благодарности трудно будет найти то предназначение, которое нам дает. Именно через благодарность раскрывается эта связь с реальностью. Ладно, это более сложная тема, я не хочу сейчас ее начинать. Но вы просто попробуйте попрактиковать. Благодарите просто мысленно. Других людей, вслух, кстати, тоже можно. Находить какие-то позитивные вещи в обстоятельствах, даже неблагоприятных, как вам кажется. Но какие-то позитивные стороны находить. Попробуйте развивать все вот это позитивное мышление. Так будут раскрываться ваши тонкие связи с жизнью. И совсем другая энергия будет из жизни приходить. Попробуйте. Ну, кстати, слушайте, давайте мы с вами эксперимент сейчас маленькое упражнение. Вот сейчас подумайте о своей жизни с негодованием, с претензией. Вот думайте о разных обстоятельствах в своей жизни с негодованием, с претензией. Вот этого нет, вот этого недостаточно, и этого мало, и вот здесь недостаток. Пожалуйста, думайте сейчас об этом. С претензией, с негодованием, с чувством дефицита, что чего-то не хватает относительно своей жизни. Муж не тот, жена не та, Дети непослушные, на работе ничего не получается, денег мало, здоровья не хватает, все плохо. Давайте, 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 только интенсивнее думайте. И вот задумайте, какое настроение у вас рождается. А теперь я хочу вас попросить. Пожалуйста, думайте о той же жизни своей, только думая о том, за что вы могли быть благодарными. Пожалуйста, видите позитивные стороны происходящего. Они всегда есть тоже, у нас всегда есть выбор, о чем думать. Вот сейчас думайте о каких-то позитивных сторонах. Ну, каждый свои найдите, я не могу вам подсказывать. Но сосредоточьте свой ум сейчас на позитивных сторонах, тех же самых обстоятельств жизни. И вот я хочу вас сейчас попросить в чате поставить несколько плюсов. Если во втором случае вы чувствуете как будто какую-то опору, какое-то вдохновение, какое-то пространство как будто расширяется, как будто возможностей становится больше. Итак, поставьте много плюсов в чате, если вы чувствуете эту явную разницу в пользу второго состояния. Так, жду вашей реакции. И поставьте много минусов, если ваш выбор все-таки в пользу первого. Больше вам так нравится. Больше вдохновения, больше силы, больше как бы возможностей. Так, хочу увидеть вашу реакцию. Ну, вижу. Пока плюсы вижу. Еще, еще интересно. Так, иногда вот кто-то много плюсов вставит, кто-то один плюс. Я так понимаю, что тот, кто один плюс вставит, ну, как-то немножко лучше, но такая разница не очень принципиальная. Хорошо. Те, кто ставит один плюс, знаете, заметьте, что уже разница есть. Если вы будете держаться этого состояния, плюсов будет много. Вы их заметите очень легко в жизни. Слушайте, ну, вижу, вижу огромное количество плюсов. Дорогие, смотрите. Мы с вами выбираем реальность нашей жизни, поймите это. Вот в чем задача психологии. Мы с вами можем выбирать... Мы часто с вами не выбираем обстоятельства жизни. Но мы можем выбирать свое отношение к ним. И вот в зависимости от этого отношения мы или теряем внутреннюю опору, или приобретаем ее. В одних и тех же обстоятельствах, обратите внимание. Мы приобретаем внутреннюю силу или утрачиваем ее. Мы делаем свой ум негативным, депрессивным. Или мы раскрываем состояние вдохновения, радости, энтузиазма в своем уме. Вот в этом наш выбор. Но и по секрету хочу вам сказать, что если вы делаете второй выбор в пользу позитивного отношения к жизни, жизнь ответит вам взаимностью. Потому что у нее есть удивительное свойство. Она реагирует на нас. То, какие мы, так в жизни реагирует на нас. Вот это очень большой секрет. Кстати, знаете, я вот не планировал вам сегодня его рассказывать. Но как-то вырвалось. Вот какой-то вот... Я не знаю, кто меня сегодня слушает, но вот как-то от вас, видимо, это зависело. Не было плана делиться таким секретом. Секрет позитивного отношения к жизни. Помните, она друг. Она учитель. Она направляет. Она не ставит нам под ножки. Она дает задачи. Да. Для нашего роста. Для нашего развития. И вот когда мы начинаем так позитивно о ней думать, она проявит все самые лучшие стороны по отношению к нам и даст все необходимые ресурсы для того, чтобы мы могли добиться в жизни. Самого большого. Я хотел бы остановиться в этой небольшой презентации этой темы. Как привлечь успех в свою жизнь. Я, знаете, только одну вещь еще добавлю. Кому-то из присутствующих здесь она будет очень важна. Это самый высокий уровень успеха. Это духовный уровень. Когда вы не просто действуете так в мире, как хотели бы вы, а когда вы пытаетесь понять, что Бог от вас хочет. Если вы нерелигиозный человек, и вам такие понятия, может быть, сложны, я обозначил уже, как вы можете думать, что жизнь от меня хочет. Вот это доверие жизни, некой ее мудрости, ее любви, или высшему началу жизни, если кому-то, у кого есть вот это такое развитое духовное сознание, проще думать так, это самый высокий уровень мотивации. И это самая глубокая гармония с жизнью. Потому что мы в этом случае открываем свой разум и свое сердце к руководству жизни, к ее мудрости, к ее силе, к ее потенциалу. И вот самый большой успех начнет раскрываться тогда, когда мы так научимся мыслить в жизни. Ну все, вот на этом я хотел бы остановиться. Давайте повзаимодействуем с вопросами. Пожалуйста, в чате пишите какие-то вопросы. Пока вы пишете вопросы, я коротко напомню, что мы говорили о второй модели успеха. Первая модель успеха – это модель успеха, построенная на эгоизме, на личных интересах, на излечении выгоды. Называется «Личный успех и больше ничего». Я хочу быть успешным. Мы с вами поговорили о ее недостатках, что можно добиться такого успеха, да, но счастья не будет никогда. Удовлетворенности не будет никогда. А если будет, она будет, знаете, такая временная, как вспышки. Внутри все равно будет что-то угодать. Второй успех настоящий. Он построен на принципах гармонии. Нужно построить гармоничное отношение с жизнью. Мы говорили о четырех уровнях. Как эта гармония выстраивается. Выстраивается на уровне физического тела. Здоровье – это показатель того, что мы построили гармоничное отношение с пространством. Второй уровень – это эмоциональный. Это наши взаимоотношения. Потому что наши отношения с другими людьми – это такие тонкие эмоциональные связи с жизнью. И очень важно выстраивать эти связи. Третий уровень – это уровень целей, которыми мы живем, ценностей, ради которых мы действуем. И мы сказали, что в этих ценностях должно быть благо других. Сама жизнь дает нам некую миссию ради блага других и будет поддерживать нас тогда, когда мы поставим такие цели. И четвертый уровень – это самый высокий уровень духовности. Когда я развиваю вот это позитивное отношение к жизни, понимаю, что жизнь дает мне предназначения определенные. И на этом уровне нужно научиться принимать себя, принимать свою некую уникальность, свою личностную природу, ценить свои таланты, способности, раскрывать их, думать о том, чем мне нравится заниматься в жизни, в чем мое призвание, в чем мои таланты. И искать возможность это обязательно реализовать. Вот это уровень духовности. Уровень, когда мы впускаем в свою жизнь, в свое личное пространство, в само пространство жизни, Вселенная, высшее руководство. И становимся, знаете, как бы инструментами в руках этой высшей силы. Самый большой, самый глубокий успех и самый глубокий уровень, как мы выстраиваем гармонию с жизнью – это вот этот вот уровень. Ну вот, четыре уровня настоящего успеха. Успех должен быть целостный, а не просто в одной какой-то сфере жизни, когда денег стало чуть больше или чуть-чуть побольше. Нет, успех должен быть на всех фронтах. Мы с вами целостные существа. Давайте будем внимательны к этому. Так, хорошо. Итак, ваши вопросы из разных чатов. Сейчас они у нас будут поступать из разных социальных групп. Пожалуйста, пишите вопросы. Пока вижу только благодарности. Давайте вопросы тоже. Как найти свое предназначение? Это большая тема. Но если вы будете делать то, что мы описывали сегодня, дорогая Наталья, то предназначение будет раскрываться. Потому что предназначение раскрывается тогда, когда мы выстраиваем гармоничное отношение к жизни. Гармоничное отношение к жизни – это, знаете, как связи, так и с жизнью. И по этим связям начнет проявляться ваше предназначение. Предназначение дается жизни. Поэтому, чтобы оно проявилось, нужно научиться жить в состоянии гармонии с ней. Вот ответ, который я хотел бы дать на ваш вопрос. Разумы вроде все понимают, Дина пишет, но очень трудно двигаться в одиночку, думая из-за потери родителей. Да, Дина, родители – очень важная опора, но не единственная. Есть друзья, есть семья. Развивайте эти связи. Родители все равно когда-то уйдут, когда-то оставят нас. Обычно они уходят раньше. Постройте свою семью настоящую, настоящую дружбу построите. Родители – это старшие. Найдите наставников в жизни, учителей. Это тоже родители. Такие наставники в знании, родители в знании. Найдите равных, с кем вы можете обмениваться, быть в таких близких отношениях. И найдите тех, о ком вы могли бы заботиться. Вот эти три типа отношений со старшими, равными и младшими будут очень глубоко воспитать. И вы почувствуете, что вы не одна уже. Как побороть лень? Татьяна. Татьяна, должны быть цели. Если нет целей, настоящих, вдохновляющих вас, то будет лень. Лень – это признак, что нет для чего жить. Сейчас я посмотрю еще вопросы, которые администраторы из других сетей посылают нам с разных. Яна. Очень хотела спросить. Вась, 8 лет была на сыроедении. 9 лет вегетарианка. Начались проблемы с суставами. Хруст, остеохондроз. Смотрите, я, ну, во-первых, сыроедение не уверен. Не уверен в этой системе. Вот, не могу комментировать, но не уверен. Что касается вегетарианства, смотрите, суть дела не вегетарианства, а в вашем рационе питания. Он должен быть сбалансированным. Вы должны вкусно питаться и разнообразно. Вот, не просто вегетарианство, а еще культура питания должна быть. Последите за тем, что вы питаетесь. Яна спрашивает. Живу далеко, не могу посещать ваши семинары. Ну, Яна, ну, сейчас же посещаете мой семинар. Мы с вами встретились. Планирую регулярно делать эти встречи, так что будем встречаться. Ну, и в конце сегодняшней встречи я вам скажу о марафоне, который мы будем проводить в начале, в середине сентября. Такой будет семидневный интенсив, в который каждый сможет включиться. Буду не только я вести, другие ведущие специалисты нашего проекта будут участвовать, но чуть позже об этом скажу. Так что будет возможностей много. Ну, я потом всегда может куда-то приехать. Слушайте, ко мне все время кто-то приезжает откуда-то, из разных стран. Из Америки люди даже прилетают. Сейчас недавно был семинар в Литве, приезжали люди со всей Европы. Когда в России провожу семинары, люди приезжают с разных городов. Ну, обычные семинары всегда провожу в выходные. Приезжайте. Я думаю, для вас проще всего будет или Москва, или Питер, или, может быть, европейские какие-то города. В Соединенных Штатах назад, некоторое время назад был планирующийся какое-то время опять приехать. Ну, смотрите за расписанием. Всегда можем встретиться. Диана, как определить предназначение, если школу, институт вытравили? Диана, мы с вами сегодня говорили о свободе, которая есть у нас. Мы с вами пробовали сегодня разные упражнения в уме. Вы же заметили, возникают разные выборы, разные возможности. Вот не огорчайтесь институтом или школой, а начните свое настоящее создавать сейчас. Своё будущее создавать сейчас. Ваша реакция, ваш выбор определяет то, что вы получаете. Анастасия, Олег Георгиевич, я очень долго на ваших семинарах работал над одной и той же ситуацией, эмоцией. Пару лет назад, а теперь она опять вылазит. Дальше не понимаю, как это распутать. Конкретно, когда не принимаешь любовь высшего, абсолюта, как с этим быть? Спасибо. Вы знаете, Анастасия, неприятие высшего проявляется в вашем неприятии себя. Рад, во-первых, вашему письму. Да, мы с вами много раз встречались. Вы живете в Берлине. И вот научитесь принимать себя, свои таланты, способности. Не отвергайте себя как личность. Потому что абсолют, высшее начало, дает вам вашу природу. И научите развивать благодарность к жизни. Потому что неприятие жизни, абсолюта и себя происходит тогда, когда негативные мышления. Вот научитесь с этим работать. И очень важны поступки. Не просто, знаете, один раз там, чтобы переработать, и все будет хорошо. Нет, нет. Жизнь нам показывает путь. Поэтому развивайте позитивные настроения и доверяйте жизни. Но и ценно, чтобы в вашей жизни были духовные наставники, от которых вы могли бы получить настоящую любовь. И настоящие друзья, от которых вы также чувствовали настоящую любовь. В целом впустите любовь в свою жизнь. Это изменит ваше настроение. Почему трудно заинтересовать мужчин тренингами? Очень много женщин, которые интересуются этими вопросами. Ну а зачем вам заинтересовать мужчин тренингами? Оставьте их в покое. Станьте счастливыми женщинами. Что вы все думаете, что от мужчин зависит ваше счастье? Станьте счастливыми женщинами. Если вы станете счастливыми женщинами, мужчины сами будут искать вас. Каждый человек должен развить некую целостность внутреннюю, некую личную гармонию. Вот все то, что мы с вами говорили сегодня, этому способствует. Я не говорю, что нужно пренебрегать отношениями, ни в коем случае. Но если вы в отношения входите на уровне внутреннего личного дефицита, не чувствуя внутреннюю полноту, этот дефицит вы принесете в отношения. И вы будете требовать от другого, чтобы он делал то, что вы хотите. И таким образом разрушать отношения. Нет? Принесите в отношения настоящее счастье. Не пытайтесь взять от партнера. Старайтесь ему дать. И вот когда вы будете так относиться к партнеру, он сам вам захочет дать еще больше. Потому что он будет чувствовать, что вы, ну как бы, у вас есть полнота, вы личность, вы индивидуальность. Вы нежадный, независливый человек, который от него что-то хочет получить. Нас интересует отношение, где у нас есть свобода. Где мы чувствуем заботу, опеку о себе. А не тогда, когда от нас чего-то там хотят взять. Поэтому и станьте счастливой женщиной. В том числе в отношениях с каким-то мужчиной. Когда ты думаешь о цели, Лариса пишет, и внутри присутствует страх, как с этим работать. Страх означает недоверие жизни. Вот с этим и нужно работать. Развивать то самое позитивное настроение, о котором мы говорили. Изабелла. Олег, доводилось ли вам понять, что то, чего бы вы не достигали, оказалось его благо? Изабелла, не очень понял вопрос. Доводилось ли вам понять, что то, чего бы вы не достигали, оказалось его благо? Изабелла, не очень понял вопрос. Ну, в целом, я, знаете, я прежде чем действовать, стараюсь понять, какое благо получат другие от этого. И стараюсь действовать в рамках своего призвания, предназначения своей природы. Не выдумывая для себя что-то лишнее. Вот, и если, я замечаю, что если я действую так, то благо возникает. И для меня, и для других. Это, кстати, два совместных результата. Благо, оно всегда общее будет. Почему? Потому что мир единый. Вы не можете добиться личного успеха, испытать удовлетворение, если вокруг вас все несчастны. Пространство единое, жизнь единая. Здесь и личное благо, и благо всех, оно должно соседствовать. Я, кстати, очень прошу прощения, что не на все вопросы я отвечу. Я вижу много очень вопросов. Мне администраторы присылают, вот в группе вот я сам вижу. Ну, простите. Так-то мы с вами как-то общаемся. Все равно, даже если другие задают вопросы, что-то похожее на вас бывает. Ну, а в целом, я, знаете, секретом, какой скажу. Если вы будете правильно жить, то все ответы придут сами собой. Потому что жизнь учитель. Если мы выстраиваем гармоничные отношения с ней, вот по этим связям гармоничных отношений, жизнь даст ответы на все наши вопросы. Она возьмет нас по полную опеку. Вы, кстати, поняли, что я вам сейчас дал ответ на все ваши вопросы одновременно? Так вот, интересно. Попробуйте действовать так, как мы сегодня обсуждали. И постепенно все ответы придут. Так или иначе, продолжаем. Как научиться с благодарностью и любовью принимать родителей? Замечаю, что очень критично к ним отношусь, нетерпимо к их недостаткам. Но если вы по-серьезному, то я советую вам, найдите в интернете мой тренинг очищение памяти детства. Наверное, еще один тренинг посоветую. Целостная личность. Вот, первый тренинг делайте регулярно. Он короткий, просто такая внутренняя медитация. Второй один раз глубоко проживите через видеозапись. Как побороть свой страх? Как повысить свою самооценку? Самооценка низкая, когда у нас разрушенные отношения с родителями. Страх – это недоверие жизни. Это тоже признак, что разрушенные отношения с родителями. Дорогая Дина, обратитесь на это. Ирина, как вести себя в турбулентное время? Турбулентное, я так понимаю, вы говорите, когда почва под ногами шатается, и какие испытания в жизни. Чтобы пережить турбулентное время, нужны настоящие эмоциональные связи, дружба, поддержка других. Без этого будет трудно. Турбулентное время намного легче переносится, когда у вас есть настоящие цели, и вы понимаете, ради чего живете. Вы не утрачиваете эту цель. Вы держите ее в своем сознании. Это второе. И третье – это доверие высшему руководству. Вот это третье. Копасть к вам на личную консультацию? Корней спрашивает. Корней, вы знаете, я все личные консультации провожу в публичном пространстве. Если вы приедете на какой-то мой публичный тренинг, то там будет очень глубокая личностная работа у каждого участника. Мне нравится работать одновременно со всем залом. Но каждый человек, находясь в зале, ставит свои личные цели. Каждый работает со своими личными задачами. Это личная консультация для большого зала. Очень глубокая работа, которую ведет каждый человек. Поэтому, если хотите получить такую личную работу, приезжайте на какую-то программу. Когда я приеду в Лондон, я приглашу. Хорошо? Ну, в Лондоне уже со мной связались. Я им поставил условия, количество людей. Сейчас посмотрим. Если соберут, то, может быть, через какое-то время в Лондоне состоится программа. Причем многие психологи и успешные люди пишут в своей книге, что нет Бога, что Бог – ты сам. Кому верить? Как это понять? А мы сегодня это обсуждали, Дима. Первая модель – это модель эгоизма. Успех возможен. Только у этого успеха будут разные побочные следствия, потому что вы себя выдираете как бы из контекста жизни, разрушаете связи с ней. Вы можете добиться многого, но счастья никогда не будет. Ну, простите, так устроено. А почему пишут? Ну, потому что свято верит, что вот так надо жить. Ну, вы просто будьте внимательны к их жизни. Не задумайтесь, хотели бы вы так. Знаете, если веры в Бога нет, хотя бы верьте в жизнь. Это очевидный простой параметр. Заметить, что мир очень, ну, как бы целое, гармоничное. Ну, вот смотрите, вот вы живете дома, открыли дверь и выкинули мусорное ведро прямо во двор. Дверь закрыли и думаете, ну, как у меня дома какая хорошая обстановка. И все, и хорошо. И так, вы знаете, каждый день. Просто дверь открываете, чтобы далеко не ходить, просто во двор выкидываете мусор. Вы же понимаете, что когда куда-то пойдете, пойдете сквозь мусорную кучу. Ну и что? Удовольствие разве будет от этого? Когда же мы там все это мусор накидали? Ну, мы сейчас с вами живем так, как бы, знаете, как будто тут есть только я и больше ничего. Не обращаем внимания ни на людей, ни на природу, ни на тонкие законы жизни. Какие законы? Я буду делать то, что я хочу. Слушайте, ну, этот успех, в нем никакого удовлетворения не будет. Мы с вами сегодня попробовали. Да он и разрушительный для личности человек. Так, ну что, еще несколько вопросов. Как помочь бывшему мужу перестать меня преследовать? Ксения, похоже, вы плохо расстались. Так, слушайте, слушайте. Я что-то у меня тут сбились настройки. Я прошу администратора, помогите мне. Я сейчас не понимаю. Я сейчас в открытом эфире. Поставьте плюсики, если в открытом эфире, и просьба администратора включиться и настроить мой экран. Так, просто поставьте плюсики в чате, если вы меня видите и слышите. Чтобы я сориентировался. А, все в порядке. Ага, хорошо, все в порядке. Что делать, если жена разлюбила мужа? Пишет Аделя. Аделя, это вы о ком? О себе? Что делать? Знаете, был в свое время такой советский фильм «Влюблен по собственному желанию». Ну, как-то влюбиться в мужа. Если отношение к нему негативное, если вы видите его недостатки, будете только усиливаться этот сценарий нелюбви. Если будете видеть его достоинства, то будут возникать другие отношения. Если будете его благодарить, находя любой повод для этого, то отношения будут другие развиваться. Если будете делать ему подарки, то отношения будут другие развиваться. Поймите, вот эти испорченные отношения, они начинаются внутри нас, не внутри другого человека. И здесь наша точка влияния на отношения. Марина спрашивает. Почему в жизни, чем больше стараешься, тем меньше стараются близкие коллеги? Ох, дорогая Марина, хочу вам сказать, вы очень зависимый человек. Для вас важна реакция других людей. Вы зависите от их мнения. Вот начните с этим работать. Потому что ваше предназначение, ваше призвание не зависит ни от мнения никого. Это ваши отношения с жизнью. Вот постарайтесь их развивать. Постарайтесь развивать вот это чувство какой-то самодостаточности, радости. Не смотрите, как действуют другие, смотрите на то, как действуете вы. Если не хватает, Лидия спрашивает, денег и хочется найти другую работу с большей зарплатой. Это эгоизм или любовь к себе? Лидия, дело не в деньгах. Дело в том, для чего они вам нужны. Если у вас высокие цели, если вы хотите найти какую-то деятельность, где будете получать достаточный дохода, чтобы у вас была возможность еще больше делать для других что-то полезное в этом мире, то это настоящие деньги. Мечтайте о таких деньгах. Если вы просто мечтаете о деньгах, чтобы у вас было все хорошо, простите, это та же самая модель эгоистичного успеха, которую мы начинали сначала, со всеми вытекающие отсюда последствиями. Поэтому разберитесь в целях, которые вы ставите перед собой. «Как сохранять спокойствие?» Кристина спрашивает. «Когда трудности приходят в нашу жизнь и научиться видеть во всем проявление Бога?» «Ну, Кристина, надо жить в гармонии жизни. Тогда вот это ощущение связи с жизнью, оно будет глубокое в сердце ваше. Не пытайтесь найти ответ на этот вопрос, не меняя образ жизни. Мы сегодня достаточно много говорили о том, как это делать. Алиса, после ваших сеансов наш брак с мужем стал еще крепче. Благодарю. 12 лет вместе. Ну, вот видите, что-то сможет меняться к лучшему. Я, знаете, что хочу всем пожелать? Вижу, вопросов много. Давайте вот последнюю вещь, которую я хочу вам сказать. Изучайте жизнь. В жизни есть все ответы. Вот просто ученик должен появиться в нас. Настоящий ученик. Который принимает жизнь как учителя. Который внимательен к ее знакам. Который не просто хочет решить свои проблемы, а он размышляет, зачем это происходит со мной. Что мне жизнь дает. Чему она меня обучает. Исследуйте ее, изучайте. Я недавно получил вопрос от одной студентки своей. У нас есть наш образовательный проект «Наука жизни», где у нас обучаются люди со всего мира. Вот, кстати говоря, если вам интересно обучаться у нас, найдите этот проект. Но я немножко еще в конце о нем скажу. Вот, получил вопрос от своей студентки. Там, так, вот не понимаю здесь, не понимаю здесь, вот это еще не понимаю. И я почему-то было такое чувство, не торопиться отвечать. Через два дня она мне пишет. Я все поняла. Я все понимаю. Все, спасибо большое. Вот смотрите, имейте терпение. И имейте доверие к жизни. Вот это два очень важных качества. Доверяйте ей. И терпеливо ищите ответы на свои вопросы. Если будет доверие к жизни, жизнь пошлет учителей. Пошлет подсказки. Если будет терпение, найдете все ответы. Вот это очень важное умонастроение, с которым нам нужно жить. Ну что, наша встреча потихонечку подходит к концу. Я хочу сказать о том, что через неделю у нас будет такой онлайн-марафон. Он начнется 14 сентября. Сейчас здесь администраторы в наших чатах выложат ссылочку на этот марафон. Он открытый, бесплатный. Ведущие преподаватели нашей школы будут в нем участвовать. Не все. Трое. Лишь... У нас много хороших специалистов. Но вот трое будут организовывать этот марафон. Один из них сидит перед вами. Я начну его. Вторым будет Олег Александрович Еременко. И третьим Энвер Хаджимуратович Измайлов. В общем, всю информацию вы найдете по ссылочке, которая сейчас здесь вот в чатах она появится. Приглашаю вас на этот марафон. С 14 сентября, с 7 дней, мы будем вместе, мы будем работать. Сегодня у нас была короткая встреча. Я надеюсь, что тот 7-дневный марафон, он позволит вам получить более глубокий опыт, раскрыть больше каких-то внутренних навыков. Ну а если уж вы совсем серьезно настроены, приглашаю вас на еще более длительный марафон. Этот марафон называется «Наука жизни». Наш образовательный проект. Можете на нашем сайте найти ссылочку на этот проект «Наука жизни», познакомиться с программой. Сейчас идет набор студентов туда. И с конца октября у нас начнется наша работа. Такая длительная, долговременная, системная. Со всеми навыками жизни, по всем сферам жизни. Но что-то затронем уже и в этом маленьком 7-дневном марафоне, который будет в сентябре. Ну что, хочу вас поблагодарить. Но знаете, перед этим давайте мы с вами подведем итоги. Вместе только. Очень важный обмен такой. Услышать опыт других людей. Я прошу вас в чатах здесь написать, что вы получили в ходе этой встречи, в чем ваши результаты личные, что для вас было самое важное сегодня. И так, в нескольких предложениях просто напишите. Давайте здесь обменяемся, соединимся друг с другом. Почувствуем как бы такую интернациональную, международную семью большую. Или коллектив, в котором мы с вами сегодня вместе учились, вместе размышляли, вместе ставили какие-то вопросы и искали ответы на них. И все вместе в этом коллективном пространстве старались лучше понять самих себя. Итак, что вам дала сегодняшняя встреча? Пожалуйста, в чатах напишите. Давайте обменяемся вместе. Я пока не ухожу из эфира. Хочу также увидеть, услышать ваши ответы. И так, что для вас было важно сегодня? Так, радость, спокойная на душе. Ну хорошо, смотрите, значит, о чем-то настоящее мы сегодня говорили. Дина, вы задавали сегодня много вопросов, я обратил внимание. Похоже, вы получили ответы на них. Принимать жизнь с благодарностью, ощущение тепла. Очень много записала в тетради. Ну, отлично. Будет над чем поразмышлять. Хочу сразу сказать, запись будет выложена. Вы сможете еще раз ее переслушать. Даже где-то остановить, задуматься над чем-то. Вот это самый лучший, кстати, способ. Так как бы глубоко изучать. У меня был жуткий стресс последние две недели. Теперь слушаю вас, расслабилась внутренне. Буду думать о вашем ответе на мой вопрос. Давайте, Анастасия. Когда в Германии появится счастливая Анастасия, это повлияет на всю Германию. Анастасия, станьте счастливым человеком. Это ваша задача. Важно было еще раз услышать о доверии к жизни и узнала о предстоящем марафоне. Ну да, нужно знать о возможностях, которые у нас есть, и использовать их. Получила информацию, поняла, что нужно работать над доверием к жизни. Лариса, здорово, рад за вас. Душевное спокойствие, благодарю. Так. Прошу администраторов выложить мне также и ответы с других чатов. Так. Позитив, которым вы делитесь всегда. Ну, рад, что это произошло. Для меня открытие, испорченные отношения начинаются внутри нас, а не внутри другого человека. Татьяна, великое открытие. Помните, пожалуйста, всякий раз, когда вы думаете, что другой виноват, вы теряете возможность влиять на эти отношения. Все. Сразу. Это уже поражение. Как только вы убираете все эти мысли и начинаете думать только о том, чему вы учитесь в этой ситуации, чему вас обучает жизнь в этой ситуации, в чем вы могли бы измениться, здесь вы приобретаете точку внутренней опоры и точку внутренней силы, точку влияния на отношения. Итак, тепло, благодарность. Получила ответ, поняла, что делать. Отлично, Наталья. После первого знакомства с вами и вашими рекомендациями жизнь перевернулась. Я пошла учиться, полностью знаю, чего хочу. Сегодня еще раз убедилась, что все, что делаю, 100% правильно. Учиться доверять жизни, происходящему. Ждем встречи в Лондоне. Ну, Наталья, вы должны повлиять на то, чтобы в Лондоне собралась достаточная аудитория. Так, Наталья, слышу ваш голос из Ирландии. Ну, надеюсь, когда-то в Лондон приехать. Для меня было важно услышать и почувствовать облаги для других. Я как раз об этом размышлял, и жизнь к этому ввела разными подсказками. На эфире явно ощутила. Екатерина, я очень рад, что вы это ощутили как опыт, а не просто услышали это. Настоящее знание – это знание, которое раскрывается внутри нас как опыт. А не просто какая-то теория отвлеченная. Разобрался с собственным эгоизмом, лучше понял собственную мотивацию. Ярик, я очень рад за вас. Это самый главный выбор, который мы должны сделать. Если мы строим жизнь на платформе эгоизма, мы получим только неудачу в итоге. Личную неудачу. Внутреннюю. Хотя и добьемся чего угодно на внешнем плане. Гармония жизни – это здорово. К веганству не готово. Но потихоньку, думаю, приду. Не призывал к веганству сегодня, кстати. О вегетарианстве говорил. Тепло и добро от вас очень чувствуется. Очень рад. Смотрите. В разных городах мы с вами, в разных странах, но в одной энергии. Очень благодарен вам за ваш интерес к жизни, что стараетесь развиваться, стараетесь идти вперед, стараетесь размышлять, приобретать знания. Жизнь может измениться. Никогда в жизни нет поражения окончательно. Помните. Жизнь дается для развития. Пока есть жизнь, есть зона развития. Нужно идти вперед, как бы тяжело порой не было. Буду смотреть на то, как я действую, а не ждать одобрения других. Светлана рад в этом. Очень жаль, что включилось только, когда вы говорили о терпении. И, наверное, сейчас для меня это самое главное в данный момент. Дорогая Татьяна, вы включились на самом важном для себя моменте? Столько лет слушаю вас, и все время меня благодаря вам открытиям. Ну, отлично. Татьяна, рад за вас. Вы скрасили мое одиночество. Дина, почему вы вжавшей жизни одиночество? Непорядок. Очень благодарна за ваши всегда очень интересные размышления, ответы. Я всегда конспектирую все ваши семинары, которые мне помогают в работе. Глуб «Здоровье» написал здесь. Так, ну хорошо. Ну что, слушайте, даже с вами расставаться не хочется. Какая-то у нас с вами настоящая какая-то связь сегодня возникла, такая сердечная. также на уровне разума, каких-то настоящих ценностей. Вот действительно чувство, не хочется уходить. А вам как? Вы знаете, ищите настоящие отношения в жизни. отношения настоящие в жизни будут тогда, когда будут настоящие цели у вас и у тех, с кем вы общаетесь. Ну что, благодарен вам за сегодняшний эфир. Встретимся 14 сентября на марафоне. Прошу администраторов еще раз здесь внизу, чтобы чат уже как бы ушел далеко вверх. Выложите еще раз ссылочку на марафон предстоящий. Буду ждать вас. Сразу скажу, что это будет встреча в социальной сети ВКонтакте. Знаю, не у всех, но в Украине тоже этого нету. Поэтому будет идти ретрансляция также и в Facebook. Вот в эту группу в Facebook будет идти ретрансляция, поэтому, собственно, смогут участвовать все. Ну вот, наш администратор выкладывает ссылочку на марафон. Еще раз обратите на нее внимание. Ну а всем удачи! Спасибо большое! Я лично еще два слова о себе скажу. Сейчас в Нижнем Новгороде здесь прошла хорошая программа. Вот в прошлом году не смог приехать в Нижний Новгород. В этом году удалось. Собралась такая аудитория с Центральной России, с разных городов. Сейчас готовлюсь к поездке на Дальний Восток. И совсем скоро будет программа в городе Благовещенск и потом в Владивостоке. Дорогие жители Дальнего Востока, жду встречи с вами. Ну, если кто-то из Японии прилетит, буду счастлив встретиться. Япония, Корея, Китай. Буду совсем рядом с вами. Ну все. До встречи где-то на просторах жизни или в интернет-пространстве. Или где-то, может быть, очень увидимся. Спасибо еще раз, что нашли сегодня время для этой встречи. Я был очень счастлив провести время рядом с вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова